Здравствуйте! В Туле время новостей. Меня зовут Светлана Мулыкина. В ближайшие несколько минут коротко об основных событиях текущего часа. Главы российских регионов съехались в Казань на выездное расширенное заседание Госсовета. Оно проходит в новом формате и продлится три дня. Эта дискуссия начать ее решили с темы жилья и городской среды. Губернаторы и представители правительства обсуждают, как сделать ее более комфортной. В последний день Госсовета к главам регионов, как ожидается, присоединится президент России Владимир Путин. Более 245 миллионов рублей будет направлено на благоустройство дворов и общественных пространств в Туле. Средства выделены по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Сейчас сформируется полный перечень объектов. Об этом на еженедельном оперативном совещании в администрации доложил директор городской службы единого заказчика Алексей Федосеев. По региональной программе «Народный бюджет» перечень объектов уже сформирован. В него вошли 43 придомовые территории. По программе «Светлый город» объем бюджетных ассигнований составляет 7,4 миллиона рублей. Перечень объектов на данный момент сформирован. Соответственно, сейчас готовится смертная документация для проведения аукционных процедур. И по комплексному благоустройству. Это благоустройство сквера по проспекту Ленина героям Советского Союза. Значит, работу планируется выполнить до 20 июня. Снежные трассы, любимая музыка и призы. Представители радио «Энерджи» вышли на склон вместе со своими слушателями. Подробности у Ольги Чегинцевой. Подготовка к старту начинается задолго до соревнований. Впереди несколько часов катания на горных лыжах и сноуборде. Спортсмены и просто любители зимнего экстрима подготавливают свою экипировку и разогревают мышцы перед началом гонки, чтобы свести к минимуму риск получения травм. За моей спиной вы видите стартовые ворота. Будет одновременный старт трех участников. Аналогия с соски и бордер-кроссом, но здесь все будет носить увеселительный характер. Будут одновременно стартовать и лыжники, и сноубордисты вместе. Заодно и выясним, кто из них круче. Сноуборд, лыжи, зажигательная музыка, а главное – бесплатные эскипасы для участников соревнования. Предоставлены радио «Энерджи Тула», а также шикарная соревновательная трасса в Малахово. Длина 100 метров. Условия соревнования – не задеть флажки и не помешать сопернику во время спуска. Несмотря на снег, который летит прямо в глаза и падение на трассе, лыжники и сноубордисты стремятся прийти первыми на финиш. Владимир Волев говорит, что принимать участие в подобных соревнованиях – это хороший повод узнать уровень своей подготовки. Сноубордом я увлекаюсь уже больше пяти лет. Езжу, катаюсь в Малахово, во все тульские курорты. Вот сегодня был здесь и неожиданно попал на такие соревнования. Погода в этот день не подвела. Выпало много снега. А для лыжных видов спорта это немаловажно. Участие в этих соревнованиях приняло более 50 человек. Все они получили незабываемые эмоции. Ольга Чегинцева, Сергей Давыдов. Новости Тулы. Передвижная приемная администрация Тулы посетила кондитерскую фабрику в Приокзальном округе. Там по поручению Евгения Авилова прошло общение с работниками. Какие вопросы волнуют сотрудников предприятия в нашем следующем сюжете. Рабочие кондитерской фабрики Ясная Поляна выстроились в очередь, чтобы задать сотрудникам администрации города вопросы о наболевшем. Людмила Рыбина несколько лет добивается качественного ремонта кровли дома. Как рассказывает женщина, проблема до сих пор не решена. Я уже обращалась во все инстанции. Ее ремонтируют. Вот последние у меня отчитались о ремонте 2016 год и 2017. Но она тут же начинает течь опять. Мы свои пожелания довели до администрации. Надеемся, что их будут выполнять. Каждое обращение принято. Контакты заявителей для обратной связи зафиксированы. Большинство вопросов связаны с работой управляющих компаний, оплатой за вывоз мусора, состояние крови или дорог. Некоторые получали ответы на свои вопросы непосредственно на встрече. Я прошу бульдозерам разровнять эту дорогу, отсыпать ее щебенкой или шлаком, отходом от асфальта, сделать ее более-менее нормальной. Мы с вами по весне выйдем туда, выйдем, посмотрим, что можно сделать. У нас будут улицу Адовевское шоссе в следующем году по программе безопасно и комфортной дороги делать. Мы там сможем отсыпать срезкой. Как рассказывает начальник главного управления по привокзальному округу Евгений Петисоцков, все обращения будут рассмотрены специалистами профильных ведомств. Всего запланировано 10 выездов на предприятия привокзального района. Мы решили провести сейчас встречу с крупными предприятиями района и всего города, чтобы пообщаться с жителями, понять, какие проблемы есть по весне. Может быть, где-то дороги надо подлутать, что-то они хотят, чтобы было понимание, что жители хотят от администрации. Передвижная приемная администрации города работает уже пятый год. За это время обработано более 400 обращений. С 2019 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Вилова встречи с жителями проходят и на базе тульских предприятий. Ольга Чегинцева, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Тульская служба новостей продолжит вещание в аналоге. Сигнал телеканалов ТНТ, СТС и Домашний останется доступным для всех пользователей региона, которые пока не подключились к цифровому ТВ. 11 февраля Тульская область перешла на цифровое вещание, при этом были отключены государственные передатчики. Частные же передатчики продолжают или прекращают работу по решению их собственника. Это значит, что аналоговое вещание телеканалов ТНТ, СТС и Домашний останется доступным для туликов. Напомню, при переходе на цифровое вещание жителям Тульской области будет доступно 20 цифровых федеральных каналов и 3 радиостанции. Новости и программы Тульской службы новостей продолжат выходить в привычное для зрителей время. К этому часу у меня все. Более подробная картина дня на нашем сайте tsn24.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова